Игра называется «Найди продукт и раскрась его». Умейте раскрашивать? Анна Суханова вот уже пять лет работает в детском саду в Уссоле. За плечами этого молодого педагога уже два конкурса профмастерства. После института выбирала между педагогом-психологом и воспитателем. Но любовь к детям и желание проводить с ними больше времени одержала верх. Мне нравится общаться с детьми, мне нравится с ними играть, нравится заниматься с ними. Еще большой плюс, что они отдают. Ты видишь, что отдают, ты когда приходишь в группу, видишь их глаза. Когда они просто считают тебя второй мамой, это здорово. Анна провела интерактивные занятия, во время которого дети узнали, в каких продуктах содержатся витамины. Что это за продукты? Это капуста, это помидор. А воспитатель из детского сада номер 66 Анна Еремеева провела урок для дошколят на тему простых механизмов. Поднимать тяжелые грузы, когда они могут, ну не может человек поднять, он их поднимает по наклонной. По мнению Анны, простые механизмы можно изучать еще до школы, ведь именно их дети могут увидеть при строительстве ледяного городка. А катаясь с горки, малыш пробует на себе механизм наклонная. Ледяную горку строить в группе не стали, но склеили механизмы из бумаги и даже опробовали их с помощью лего-человечков. Поднял груз. Всего в конкурсе состязались 28 участников в пяти номинациях. Конкурс «Пороса успеха» стал заменой городского этапа всероссийского состязания «Учитель года». Конкурс, он заставляет человека показывать то лучшее, что у него есть. Он дает возможность расти и развиваться и человеку, и административной команде. Сегодня прошло последнее испытание в номинации «Клипер отважный» среди учителей со стажем менее пяти лет. Теперь жюри необходимо подвести итоги и наградить победителей своих номинаций. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Вертниками.